Дорогие друзья, меня зовут Юрий, я являюсь экспертом по бензоинструменту, по ремонту, обслуживанию и продаже бензотехники. Сегодня хочу поговорить с вами по поводу бензопил. Бензопилы бывают бытовые, бывают полупрофессиональные и профессиональные. Мы выбираем, каждый выбирает, вернее, под себя. Мало работы, берем бытовую, есть деньги, берем профессиональную. Хочу сегодня вам рассказать про две модели. Это китайская пила в районе 4000 рублей ценовая категория, то есть бюджетный вариант. И более серьезная бензопила фирмы Эхо, которая уже подходит для более серьезных задач. Поговорим по поводу китайской бензопилы. Первое. Когда вы все это дело разберете, я имею ввиду из коробки вытесните, вот что вы увидите. Здесь у нас крышка, пила, шина, цепочка, набор, небольшой пакет инструментов и паспорт. Паспорт потом почитайте на досуге. Сейчас я вам расскажу основные такие моменты, как и чего надо делать. Первое. Шина. Шину обязательно мы прочищаем после каждой работы. Вот такой отверточкой. Раз, раз. От старых сухих опилок. Вот эту дырочку, в первую очередь, может ее не быть, может вот через эту придется почистить. Но чистить обязательно. Сюда набиваем густой смазки. Литол, солидол. Можно специальную редукторную смазку, более качественную, потому что масло, которое у нас здесь будет ходить, оно будет смазывать плохо. Смазываем в основном густой смазкой. Устанавливаем шину. Раз. Поставили. Берем цепочку. Цепочки у нас бывают разные. Поэтому перед покупкой обязательно считайте вот эти вот звенья, которые находятся внутри. Раз, два, три, четыре, пять. Или же берите образец с собой, чтобы продавец знал, что вам дать. Устанавливаем цепь. Цепь сперва накидывается вот на звездочку. Накинули. Потом уже одевается на шину. Поднатянули. И здесь у нас есть вот такой вот натяжитель. Вот его должно быть видно. Он у нас будет натягивать ее или ослаблять. Его обязательно попасть вот в этот паз. Дальше мы берем крышку. Накрываем. И прикручиваем гайками. Цепь устанавливается режущим звеном вперед. Не перепутайте. Режущим вперед. Острым. Если поставить наоборот, ничего пилить она не будет. Поставили. Чуть-чуть наживулили гаечки. И проверяем натяжку. В данном случае натяжка уже хорошая. Если же что-то будет не так, вот он волтик. Немножко, конечно, неудобно, но придется им воспользоваться. Или же откручиваем, ослабляем, закручиваем, натягиваем. Так как нормальная натяжка, мы гаечки затягиваем. Что по поводу расходки хотелось бы сказать. Вообще вот этого вот всего. Одной цепью пользоваться нежелательно. Так как одна цепь быстро вытягивается. И, соответственно, меняет шаг и изнашивает всю расходку. Хотя бы две цепи. Мы их по очереди ставим. Эту попилили. Сняли. Затупилось. Поточили. Острую новую купили. Поставили. По очереди их меняем. И в этот момент переворачиваем шину. Потому что мы пилим. У нас происходит сюда давление. Шина с этой стороны изнашивается. А отсюда еще нет. Перевернули. Опять износ. Перевернули износ. И потом. Две цепи стачиваете. Меняется вся расходка. Это шина. Это цепочка. И это ведущая звезда. Дальше. Это у нас тормоз. Он может сработать. Нечаянно, если уронили. Или же, если на вас пилу по какой-то причине подкинуло. Он щелкает. Все. Блокируется цепь. Даже если вы будете газовать. Пила работать не будет. Обязательно ее надо отщелкнуть. Только после этого начинаем работать. Здесь находится еще воздушный фильтр. Откручиваем. Смотрим. Он такой вот пластиковый. С микросеткой. Разборный. Его моем в воде в обычной. Сушим. И засовываем назад. Раз. Раз. Свечка. Вот она в случае замены. Легко и удобно достать. Так. Закрутили. Куда чего заливать. Здесь у нас два бачка. Есть с маленькой пробкой и с большой. Здесь все нарисовано. Вот она у нас цепочка. Звено с капелькой. Сюда заливаем масло. Сюда заливаем бензин, разведенный с маслом. Сюда заливаем любое чистое масло. Откручиваем. Заливаем полную. Кроме отработки. Любое чистое. Осталось после замены машины. Заливайтесь. Не бойтесь. Сюда заливаем бензин, разведенный с маслом. Вот у меня есть уже разведенный бензин. Бензин заливаем 92-й. Плюс двухтактное масло. В следующих пропорциях. Литр 92-го бензина. 25 миллилитров двухтактного масла. Любого двухтактного масла. Оно подкрашенное. Поэтому вы увидите, развели вы уже или нет. Вот, допустим, у меня красная. Бывает еще зеленая, синяя и тому подобное. Все. Заправляем. И производим пуск. Закручиваем. Как ее заводить? Есть заслонка. На всю вытягиваем. Праймером подкачки резиновым наканчиваем топливо. Появилось в праймере и еще пару раз качнули. Включаем зажигание. Это вот у нас кнопочка. Прижимаем ее плотно к земле. Здесь стоит облегченный запуск. Поэтому сильно рвать его не надо. Даже не то, что на его нельзя сильно рвать. Потому что можно вырвать вот эту вот, повредить крышку, лопнуть пружины и ее менять. Это уже не гарантия, менять будете за свой счет. Плавно вытягиваем. И она в нужный момент сама сработает. Ногу вот сюда в ручку засовываем, прижимаем ее. И плавно на себя тянем. Сейчас мы слушаем момент искры. Она у нас насоснет бензина и заглохнет. Вот этот момент мы сейчас и ждем. Вот. Произошел пуск. Но так как воздуха нет, она заглохла. Мы немножко на курок нажимаем. Запрыгивает назад клапан этой заслонки. И после этого опять идет. Сила в рабочем положении. Цепочка стоит на месте. Когда я начинал задавать, она пить. Все, чуть прогрели, секунд 20. И начинаем работу. Глушим ее. Соответственно, вот этой вот клавишей мы ее глушим. Когда уже на горячую, то есть немножко прогрели, просто включаем зажигание. Не надо вот этого ничего делать. Прижимаем ее и тянем. Пила работает. Как ее нужно обкатывать? Первое. Нельзя обкатывать на холостом ходу. Это большая глупость, большое заблуждение. Во всех наших деревнях только так и обкатывают. Минимум, что случится, эта пила потеряет половину мощности. Что по максимуму? Полностью задерет поршневую группу. Придется ее менять. Это ремонт дорогостоящий. Больше половины этой пилы стоит. Поэтому обкатываем следующим образом. Первый раз, когда вы ее заводите, пилите всего лишь 5 минут. Именно работаете. Берете небольшие вот такие чурочки, пилим всегда в полный газ. Прямо в полный выжимали и пилим. Отпилили одну. Вот такую. Секунд 10-15. Она у вас просто тарахтит на холостом ходу. Еще одну отпилили. Тарахтит. Прошло 5 минут. Заглушили. Она должна у вас остыть. В следующий раз, после того, как она остыла, заводите уже на 10 минут. Опять в таком же режиме попилили. Тарахтит. Пилим. Тарахтит. Прошло 10 минут. Глушим ее. Она остывает. Остыла. Заводим на 15 минут. В таком же режиме. Потом на 20. Китайские пилы больше 20 минут. Желательно не использовать разовой нагрузкой. Попилили 20 минут. Сами отдохнули. И ваша пила отдохнула. В таком режиме она у вас проработает очень долго. По поводу китайской пилы все рассказал. Давайте поговорим про более серьезный инструмент. Это бензопилы фирмы Эхо. Сборка японская. Японская пила. Очень конечно отличается сразу даже по внешнему виду. Качество пластика. И то уже видно что серьезная пила. Работать будет. Она даже легче. Несмотря на то что она мощнее. Она даже легче чем вот так китайская у нас бензопила. В принципе все то же самое. Откручиваем гаечки. Вот только тут видите конструктивно сделано уже по другому. Звездочка наружу. Поэтому цепочку накидывать уже более удобно. И менять звездочку расходку тоже самостоятельно в домашних условиях уже легче. Потому что если вы видели на моем сайте там про замену звезды есть видео. Звездочки которые наоборот сделаны как в китайском примере их менять довольно сложно. Вот здесь же ничего сложного. Стопорное кольцо скинули. Звезду сняли. Новую поставили и все. Пакет с инструментом. И с ключами. По шине то же самое. Прочищаем ее. Смазываем отдельно. Не забываем наконечник. И здесь вот мы чистим. Получается нету дополнительной дырочки. Чистим прямо вот здесь. Обязательно. Чтобы масло хорошо выходило на цепь. Смазывало цепь. И в этом случае цепь и вообще расходка прослужит дольше. Шину устанавливаем. Устанавливаем цепочку. Раз. Цепочку устанавливаем режущим вперед. Как я уже говорил. Не забываем об этом. Чуть-чуть подтянули. И еще какие здесь у нас уже изменения. У нас натяжитель уже в крышке. И при этом он натягивается не отсюда. А вот отсюда. Что более удобно. При использовании. Установили. Берем гайки. Подкручиваем. Берем ключик. Гайки сильно сразу не затягиваем. Немножко под... Наживулили. Чуть-чуть буквально. И подтягиваем цепь. Вот у нас цепочка натянута. Вот. Цепь нельзя перетягивать, как я уже говорил. Вот нормальная натяжка. Когда мы немножко поработаем, она чуть-чуть провиснет. Опять ослабим гаечки. Немножко подтянем. И опять затянем. Гайки. Подтянули. Натяжечку дали. Вот нормальная натяжка. Цепь не провисает. И при этом она не перетянута. Хорошо ходит легко по шине. Это говорит о том, что цепь нормально натянута. Никогда не пилим тупыми цепями. Это самая большая ошибка всех людей, которые хотят, так сказать, нормально работать, но пилят тупыми цепями. И, получается, убивают свой инструмент самостоятельно. Смотрите. Когда острая цепь, вам даже не придется ничего давить. Вы просто пилу опустите, она сама пойдет, и будет стружкой идти квадратная, крупная, хорошая стружка. Если же идет пыль, такая мелкая, ну, мелкая пыль. Все, цепь затупилась. Давить смысла нет, это даже нельзя делать, потому что вы сами себе убиваете инструмент. Начинаем давить, пиле работать тяжело, перегревается поршневая. Все это дело, так сказать, ломается. Дальше, по поводу фильтра. То же самое, что и в китайской. Здесь он тоже, конечно же, есть. Вот на таких вот защелочках держится крышка. Фильтр поворачиваем, вынимаем. Он такой же, сеточка мелкая, она сейчас более такая распространена, это очень хороший фильтр. Он будет реже забиваться и легко чистится. Вот. Опять же, мы все видим, здесь свечка, легкий доступ, пожалуйста, снимаем. Если надо нам, к примеру, поменять, сняли ее, выкрутили, поменяли. Все, амортизатор, все, как говорится, легко доступно. Вон карбюратор, все легко. Раз, устанавливаем, повернули, все. Фильтр зафиксирован. Назад надеваем крышку. Раз, защелками, защелками. Вот, здесь у нас бачки находятся по разной стороне. Вот такой принцип используется чаще. Сюда мы заливаем масло, любое чистое, кроме отработки. Отработку ни в коем случае не льем. Прям полную залили и закрыли. Нигде в пиле оно, это масло, не используется. Когда люди говорят, мне в редуктор, это неправильно. Мне надо смазку для, смазываю масло для смазывания цепи. Вот это будет правильно. Оно сразу специальным насосом выкачивается и смазывает нам цепочку. Расход, кстати, у него тоже очень большой. Примерно бачок бензина и бачок масла. То есть, закончился бензин, обязательно проверьте бачок с маслом. Возможно, надо долить. Вот он у нас бачок под бензин. Сюда заливаем бензин, разведенный с маслом. Вот он, у меня уже он есть. Пропорция, напоминаю, 25 грамм на 1 литр 92-го бензина. Бензин долго не храним. После работы сливаем. И не забываем об этом. Закрутили. Всё. То же самое и есть тормоз цепи. Он у нас щёлкает. Цепь блокируется. На тормозе ни в коем случае не газуем. Может аж крышка оплавится. Только выключаем, и тогда начинаем работать. Есть праймер. Сейчас практически все пилы идут с праймером под скачки. Это облегчает пуск. Легче заводится, меньше приходится дёргать. Всё. Появился бензин, и ещё разочек скачнули. Там два можно. Вытащили заслонку. Включили зажигание. Также её прижали. И делаем рывок. Ждём момент запуска. Щёлкнуло всё. Произошёл пуск. Но так как воздуха нет, она заглохла. Мы заслонку открываем, убираем её туда и дёргаем. Уже, конечно, ощущается, что пила мощнее. Работает она уже увереннее. Приятно её держать в руках. Даже вибрацию практически не ощущаешь. За счёт амортизации двигателя очень вообще хорошо в руках сидит. Включаем зажигание. На горячую даже не надо её ничего здесь качать, ничего вытаскивать. Включили, прижали. Обязательно прижимайте. И... Несмотря на то, что эта пила уже полупрофессиональная, кстати, основная категория около 10 метров, всё равно её надо обкатывать. Не бывает такого инструмента, который с завода идёт сразу обкатанный. Обязательно надо его обкатать. На холостом ходу ни в коем случае мы не обкатываем это заблуждение. Так же, как я объяснял, по поводу китайской, то же самое здесь. 10 минут работаем. Ну, 5 минут первый раз, потом 10 минут, потом 15-20. Вот через каждые 20 минут её потом глушите. В таком случае она проработает дольше. Хотя бы 3 бачка, вот, нам надо спалить в щадящем режиме, но обязательно под нагрузочкой. Нельзя без нагрузки гонять новый инструмент. Так же здесь имеется чехол. Закрываем и вперёд, в работу. Смотрите, помимо вот такой системы запуска, когда используется отдельно клавиша включения зажигания, отдельно вытаскивается заслонка у нас, закрывается праймер, имеется, существуют, конечно, ещё другие. Есть, используется только клавиша включения зажигания и подсос. Husqvarna 142-137, к примеру. Там праймера нет. Поэтому только вот двумя используется этими, включается. Существует ещё однорычажная система управления бензопилами, которую я хочу вам показать, но так как я штилём или такому подобному пилами не занимаюсь, но у меня есть в ремонте пила, на которой я вам покажу. Она, мы её немножко уже подшаманили, починили. И вот я вам покажу однорычажную систему, как вообще с ней управляться. Такого же принципа можно встретить и где на других пилах, это не важно, у нас здесь всё нарисовано. Вот он 0, это клавиша выключения, единичка, рабочее положение. Вниз сюда мы закрываем заслонку, нажимаем курок, вниз переводим, и у нас заслонка закрыта. Начинаем подкачивать, то есть мы дёргаем до того момента, пока она не схватится, не произойдёт момент спуска, так же, как вот здесь, когда мы заслонку вытащили. Всё, мы дёргаем, вот она у нас рыкнула, мы её переводим вручную, перевели вот в центральное положение, то есть при открытой заслонке. Дёргаем. И в момент запуска, на курок нажали, она у нас перевелась уже сама, автоматически в первое положение. Всё, глушим мы на 0. Вот, однорычажные системы, конечно, тоже очень удобные, и не хочу я умалять достоинства штиля, пилы очень хорошие, достойные. Если есть, конечно, возможность, я их советую покупать. Очень удобная система. Вот они, у нас две пилы, которые действительно заслуживают большого внимания. Класс бытовой частник, так называется, фермерского класса. Советую их рассматривать серьёзно. Покупаем. И радуемся. На этом всё. Ожидайте, возможно, будет ещё что-то записано в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok